Есть два типа добивающихся людей. Один тип добивающихся людей, я их называю янскими людьми, и другой тип добивающихся людей, я их называю инскими людьми. Типы янские, это типы, которые стараются добиваться путем конкуренции. Они всех расталкивают, они наглые, они везде добиваются, они стараются всех там толкать. И этим людям, поверьте мне, тяжелее всех, потому что они тратят очень много энергии, они верят, что весь мир вокруг них война, им нужно доказать, добиться. Они все время добиваются, но они все время находятся в состоянии страха и так далее. Я рекомендую вам выбрать другой путь. Это путь, который называется духовный путь. Добиваться чего-либо с позиции духовного пути гораздо легче. Каким образом это делается? Это делается так, что человек говорит себе по утрам, весь мир хочет мне только добра, весь мир старается мне только давать. И верить в то, что каждый человек, который встречается вам на пути, это каждый человек, который вам хочет дать денег, каждый человек, который встречается на пути, хочет для вас сделать что-то хорошее, и каждый человек, которым вы встречаетесь, хочет вам помочь в том, чтобы вы стали более богатым человеком. Вам необходим именно вот этот настрой. Я вам говорю, это очень эффективный метод. При этом хотел бы вам сказать, что в случае, если человек живет по принципу конкуренции янской, когда он добивается, когда он всех отталкивает, когда он должен проломить или протолкать всех своим лбом, то когда человек идет по пути конкуренции вот такой, он должен конкурировать с огромным миром. А с этим миром конкурировать очень сложно, потому что всегда найдется кто-то более красивый, более умный, более быстрый, более наглый, более молодой, более еще какой-то. И поэтому конкурировать с шестью миллиардами населения будет очень сложно. А вот в духовном плане конкурировать тоже возможно. Поэтому принимая конкуренцию в духовном плане для себя, говоря, что мир меня обожает, все люди хотят мне только помогать стать богаче, все хотят для меня только отдавать, все хотят мне помогать, все только для меня создают, но ошибаются и так далее. Ну и двигаться на пути эстетизма и духовного роста, то есть стараться увеличивать радость от того, что вы живете, стараться любить тех людей, которые рядом с вами находятся, стараться создавать мир такой, в котором вам будет хорошо, стараться искать те новости, которые не будут вас огорчать, стараться не огорчаться, служить добрым богам. И вот эти все элементы, они могут помочь человеку быть высококонкурированным в духовном мире. Конкуренция в духовном мире это точно такая же конкуренция, как в физическом мире. И будучи конкурентным в этом мире, вы можете добиваться тоже высоких материальных состояний и добиваться увеличения материального дохода.